Привет всем любителям макияжа! Сегодня с вами Ковка Закет и у меня радостная новость. Я наконец-то решилась перейти в новый этап жизни своего канала и я представляю вам свои тест-обзоры. Имейте ввиду, что в следующий раз, когда в начале видео в заголовке будет написано тест-обзор, это будет значить, что я не только делаю обзор, но и показываю полное нанесение, то, как это будет сразу после нанесения, а потом в течение нескольких часов, как это будет носиться. Мне кажется, что это очень важно, мне кажется, что это будет очень-очень полезно. Да, это будет отнимать больше времени и сил, да, для этого нужно будет отдельно целый такой выходной, либо брать с собой камеру, но я думаю, что зато это будет суперэффективно и полезно для вас. И сегодня я делаю свой тест-обзор на продукцию Кика Милана. И вот такие вот коробочки в приятном дизайне, в очень профессиональном дизайне. Эта фирма уже давно продается в Европе и многие девушки знают ее именно потому, что привозили ее оттуда. Но сейчас Кика, фирма, пришла наконец-то в Россию. Это очень приятно, пока они есть только в интернет-магазине через сайт ВКонтакте. Ссылку я обязательно оставлю внизу. И приятно, что цены довольно бюджетные, политика довольно нормальная. То есть мы с вами теперь можем тоже свои ручки наложить на эту косметику наконец-то. Начну, конечно, с тонального средства. Предварительно уже нанесла консилер под глаза. Конечно же, пудры тональные мы будем наносить на хорошо влажненную кожу, поэтому лицо как раз сейчас блестит. Иначе, во-первых, пудра не прилепится к коже. Во-вторых, может очень пересушить кожу, по крайней мере, в зимнее время. Может быть, летом это было бы не обязательно. Небольшие такие точечки ставлю и начинаю втирать вот этим вот спонжем, который есть. И я получила такое неплотное покрытие. То есть для жизни это более чем достаточно. Для видеосъемки вы все еще видите какие-то недостатки моей кожи. То есть для видеосъемки нужно, конечно, большее покрытие. Для тех, у кого может быть сильные какие-то высыпания неровности на коже, также здесь у меня есть небольшой такой вот заживающий прыщик, точнее, больше даже, можно сказать, такая болячка остающаяся. И ее пудра не очень хорошо скрывает. То есть неровности кожи не будут так скрываться, именно какие-то шелушения, как, например, тональным кремом. Также вы можете взять обыкновенную вашу кисть кабуки, набрать как обычную минеральную пудру и наносить уже туда, куда вам нужно. Единственное, что мне не нравится, это то, что вот этим вот спонжем, я думаю, что ни один живой человек не сможет попасть в область под глаза. То есть можно, конечно, как-то попробовать, но вот во внутренний уголок это не получается совсем. Поэтому, если вы все-таки припудриваете вашу зону под глазами, то вам понадобится маленькая какая-то кисть. Оттенок 03 хорошо мне подходит, то есть на такой смывающийся загар. У него желтоватый такой песочный подтон, на мой взгляд, очень приятный. Рыжины нет никакой. И из всего, что я пробовала в плане пудр, больше всего похожа на Mineralize Skin Finish от MAC. То есть такая пудра-хайлайтер, она немножко перламутровая, максимально натуральная, но минеральная и такая вот с эффектом здоровой кожи. Поэтому, если жирная кожа, вообще нет. Ни в коем случае это будет давать очень нематовый эффект. То есть кожа будет выглядеть жирной. Матирующего эффекта, конечно же, никакого. Плюсы. Покрытие, которое очень многим понравится, оно очень симпатичное. Для минеральных пудр просто огромная упаковка, целых 10,5 грамм. Это очень много продукта, хватит на очень много времени и много-много использований. И также компактная упаковка, гигиеничная. Здесь уже сам спонж в коробочке можно брать с собой удобно. Удобнее, чем остальные минеральные пудры. Здесь нужно взять отдельно баночку, отдельный кисть кабуки. Важный для блогеров и визажистов момент, что дает очень-очень маленький отцвет при вспышке, несмотря на то, что это пудра и минеральная пудра. По-моему, красивый продукт. Я бы еще покупала. Следующий продукт бронзер. Также упаковка у всех средств кика очень красивая за счет того, что она матовая, но с другой стороны она немножко пачкается. И вот когда вы смотрите на нее при очень сильном свете, вы видите, что на ней есть такие неровности. Бронзер в 103 оттенке максимально натуральный. То есть он светлый, он для блондинок. Он не даст прям сильно яркого эффекта. Может быть, это и хорошо. То есть зависит от вашего вкуса. Я буду наносить на вот эту вот часть скулы, верх скулы и впадинку скулы для того, чтобы дать немного загарный такой объемный эффект. Вот эта половинка с бронзером, вот эта вот без бронзера. Заметно, что половинка с бронзером выглядит более объемной и более здоровой. На мой взгляд, бронзер матовый. У него очень слабый пудровый запах, финиш почти матовый. То есть у него есть незначительный, такой более здоровый эффект, кремовый, в общем-то, кремовый матовый такой, не пудровый. Он не пылит сильно, когда я его набираю. То есть, например, если сравнивать с некоторыми пудрами, будь то, например, Inglot или даже Catrice, вот бронзерами, то те пудры пылят сильнее. Теперь я перейду к макияжу глаз. Это вот такой вот пигмент, очень большая банка. Мой оттенок в четвертом номере. И это целых 6 грамм продукта. Я бы хотела отметить отдельно, что пигмент очень необычен. Во-первых, у него есть здесь такая не очень быстрая и просто открывающаяся, но, в принципе, в быту удобная крышечка. Такая заглушка. Ограничитель без дырочек. Обычно они с дырочками и обычно все сильно просыпается. Здесь хороший ограничитель. И пигмент спрессован. Пигмент максимально похож не на обычные пигменты, то есть он липкий кисточке, он липкий пальчиком, он скатывается в такие комочечки. То есть он не такой рассыпчатый, он немножко кремовый. Чем он напоминает мне больше тень L'Oreal Infoible, нежели любые другие рассыпчатые тени. То есть они не похожи на MAC, они не похожи на Essence. Может быть, Inglot имеет что-то близкое из пигментов, потому что это такой жирненький, на ощупь шелковистый пигмент, который клеится сам к себе же. В результате чего может немножко пылить при нанесении. То есть нужно хорошо его растушевывать. Максимально близкое средство к нему это L'Oreal Infoible, то есть полукремовые, полурассыпчатые тени. Поэтому необычный пигмент. Очень сложно сравнивать. Мой оттенок вот такой вот приятный, розовато-ливовый. У него есть некоторый такой другого оттенка, как бы отцвет. Я буду наносить без базы, без пудры, на века. Наверное, я многовато набрала, но я хочу, чтобы вы видели, как он будет выглядеть. У меня вот, например, сложности с набором этого пигмента. То есть он просто необычен для меня. Я к нему пока еще не очень приспособилась. Свой фотоаппарат я люблю как раз за то, что он обычно очень четко придает оттенки всех средств именно на коже. Но в этот раз вот это средство сейчас не похоже выглядит на моем маленьком экранчике. И смотрите лучше на сводч. Я добавила нейтральный коричневый оттенок теней во внешний уголок глаза. И он начинает казаться рядом с этими рассыпчатыми розовыми тенями более холодным, более таким сливовым. Но, тем не менее, оттенок, на мой взгляд, очень носибельный. И очень хорошо подойдет тем, кто очень хочет носить розовый оттенок теней. Находит, что это подчеркнет его оттенок глаз. Или, допустим, нужно на какое-то там мероприятие, какому-то наряду. Но вы боитесь, что макияж с розовыми тенями будет делать вас заплаканной. Сейчас этого эффекта совершенно нет, потому что оттенок и серебристый, и немножко вливовый. Повторюсь, что вот это более серебристый, чем он есть на самом деле. На самом деле он более розовый и более лиловый. Оттенок очень приятный. Про текстуру. Я, например, не фанат такой текстуры в рассыпчатой форме. Мне кажется, лучше бы они сделали вот эту заглушку, как в РЛ Инфоибль, и позиционировали бы кремовыми тенями. Я бы, наверное, даже, может быть, пальцем порекомендовала наносить. Ну, на самом деле, чуть менее кремовые, чем Инфоибль тени. То есть, не совсем такая кремовая консистенция, но очень близкая. Поэтому, если вы большой фанат теней Инфоибль, и вам очень жаль, что в той линейке очень мало оттенков, то пигменты Кика вас порадуют. Если вам не нравится то, что пигмент немножко кремовый, и вот он такими вот комочками собирается, мне, например, это немного сложновато в процессе использования. То есть, я его буду использовать для себя, не для работы, потому что он чуть сильнее сыплется, чем обычные пигменты. Следующие тени, которые я вам покажу, также рассыпчатые, это первомутровый Eye Touch Look. Вот такие вот, я думаю, вы видели у многих марок. Это такой аппликатор, который такой на пружинке, и здесь вот спрессованы рассыпчатые тени. Оттенок у меня такой светло-голубоватый. Это тон номер 08, такой практически жемчужный, едва в голубой. И, соответственно, здесь спрессованы эти тени в копачке. Если вы любите первомутровые тени, и, например, у вас вечная проблема, что они сыплются, их сложно использовать, то это отличный вариант для вас. Я, например, никогда не пробовала эту формировку теней, и для меня очень интересно. И они наносятся не очень прям ярко. Голубовато-жемчужный тон на глазах выглядит более все-таки жемчужным, нежели голубоватым. И, может быть, это даже хорошо в какой-то мере, то есть, ну, зависит от ваших предпочтений. Если вы хотите суперяркие тени, то нет, это именно такие тени для внутреннего уголка или для овости под бровью. Вы сможете просто очень удобно и аккуратно каждое утро использовать, без сыпучести какой-то, которая присуща пигментам. Просто подсветить свой взгляд, например, для дневного макияжа. Но в целом я не думаю, что это очень много продукта в упаковке, поэтому я, наверное, второй раз бы не стала покупать. Лично вот мое мнение вкусовое, да, это очень удобно. И мне кажется, что один-два таких иметь в косметичке это удобно, но не больше. Я не вижу смысла собирать большую коллекцию таких вот оттенков. Но можно брать с собой, то есть, если, например, вы... Я знаю, что в России огромное количество девушек, которые пользуются только тушью, подводкой и вот первомутровым таким вот средством в уголок. Если вы ищете очень удобный вариант, то это действительно удобный. Первое средство для губ из двух – это вот такой вот объемный блеск для губ. Оттенок у меня 0,3. Мне безумно нравится этот медово-карамельный тон. По-моему, он очень приятный и роскошно выглядит с загорелой кожей. Очень удобен тем, что одного погружения достаточно для нанесения просто полного макияжа губ. Эфир влажного блеска. Мне кажется, к этому сияющему макияжу уже он не подходит. Но тем не менее, мне кажется, что блеск очень классный. Он очень приятный на ощупь. Он совсем не липкий. То есть из разряда вот этих вот водянистых блесков, к которым не прилипают волосы, как, например, у Maybelline, у Буржуа есть. Огромная упаковка. Это упаковка просто рекордных размеров. Здесь 6,5 мл. Я сначала, когда я его видела, я боялась, что он будет аналогом нубы, который мне очень не понравилось. Блеск от нубы выглядит вот так. То есть упаковки очень похожи. Но, к счастью, абсолютно другой аппликатор. То есть здесь кисть, которая распушается. И здесь же вот этот фетровый аппликатор, который в форме такой наклоненной ложечки. Он очень много набирает. Он совсем не липкий, в отличие вот от этого. Он очень нежно, очень слабо пахнет. Приятно. Она парфюмированная душка. Вот этот пах очень-очень сильный и имел вкус. У KIKO вкуса нет. Поэтому его я действительно рекомендую. Мне кажется, что этот продукт очень многим понравится. Также я протестировала еще один продукт для губ. Это Double Touch двойная помада. Мне он понравился меньше. Принцип такой же, как у остальных двойных помад. Только здесь вот такой фетровый аппликатор, как у блеска. И, ну, то есть не кисточка. И оттенок очень перламутровый и не очень насыщенный. Вот это цветного блеска. Вы видите, что там, где у меня вот здесь вот более красная. И вот здесь вот тоже часть на губах. То есть из-за того, что они обветрены, были. Ее не перекрывает свет. То есть цвет такой прозрачный. Со временем все это застывает. И блеск становится стойким. Оттенок на любителя. Если вы любите перламутровые блески. Сейчас он начнет схватываться. И потом я перекрою вот этим вот блестящим уже таким не засыхающим в пленочку составом. Самим перламутром. Таким перламутром блеском, бальзамом. И покажу вам эффект потом. Но сразу скажу, что мне он не очень понравился. Я не нахожу, что он супер стойкий. Я не нахожу, что он очень приятной консистенции. Поэтому я не вижу плюса вот именно вот этого двойного средства стойкой помады перед другими. В принципе, уже практически под слов, пока я долго болтала. И мы можем перекрыть серединку блеском. Ну, то есть опять такой вот эффект первомутра. Единственное, что мне не нравится, у блеска кисть. И она распушается. Вот я даже не знаю, как им удобно пользоваться. В общем, это один из тех продуктов, которые я не поняла. Я не нахожу, что он очень красиво смотрится на губах. По крайней мере, если у вас есть какие-то складочки. И прям не супер идеальные губы, как у Анджелина Джоли. Пухлые, красивые. И просто я не вижу плюсов относительно всех остальных таких блесков. Единственное, я пробовала очень много таких стойких двойных помад. Вот это приятно пахнет. Но в остальном ничего такого вообще особенного и каких-то плюсов я в ней не вижу. Следующее средство – это фиксатор для макияжа. Face Makeup Fixer. Это очень необычное средство для фиксатора для макияжа. Потому что у него здесь вот именно аэрозоль, а не обычный спрей. То есть он не такой мокрый, как все остальные, как Urban Decay, Skin The Navy, Modell & Bottle и так далее. Он похож именно на Креолан или Бочини Чита. В общем, я уже точно не помню, у какой марки. Спрей тоже вот в таком аэрозоле. Говорить про его качество будем, когда проведем тест. На половинку лица сейчас нанесу это средство. У него приятный запах. И он при этом немного спиртовой, быстро рассеивается. В общем-то, посмотрим, как будет держаться макияж на обоих половинках лица в течение дня. И совсем последнее, это вот такая вот пуховка. Она просто давалась в подарок. Не знаю, можно ли ее заказать. Она просто такая бонусом при покупке. Это пуховочка. Такая вот черненькая. С очень вкусным запахом. Она парфюмированная. Со всех сторон она покрыта блестками. Они вот здесь вот у нее внутри как бы меха. Блестки довольно мелкие. Смотрите лучше уже на свотче. Запах очень-очень приятный, нежный. Таким кремом для тела с запахом и риски, карамельки, чего-то такого. В общем, такая маленькая просто девичья радость. Смысловой нагрузки никакой практически не несет. Просто милая вещичка. Просто так хотелось вам ее показать. Знаете, что она тоже есть. Ну и дальше посмотрим уже, как это все будет держаться в течение дня. Я вернусь к вам через несколько часов. Прошло около двух часов. Вот так вот выглядит кожа. То есть она такая еще более-менее сияющая, но не жирная. К моему, кожа не сильно изменилась. Сильно изменилась помада. Я уже поела, попила чай. И мне кажется, что она практически стерлась. Поэтому я думаю, что на этом эксперимент с помадой можно уже прекратить. И смотреть дальше только на все остальное. Там на тени, на кожу, бронзер и так далее. Прошло шесть часов. Давайте посмотрим, как сохранился наш макияж. И будем с вами учитывать, что я добавила небольшую подводку по слизистой, по внутреннему веку. Для того, чтобы сделать макияж более вечерним. Ну, как-то душа требовала. Мне показалось, что к этому макияжу это нужно. В принципе, бронзер относительно на месте. Тональная основа в виде пудры более-менее на месте. Но она стала менее сияющей. Но вместо этого, так как кожа у меня комбинирована, она стала более жирной в течение дня. То есть у меня выделился себу. И, в принципе, терпимо. Но видно, что я вот чистила зубы. И туда, где падала вода, где я вытирала полотенцем, у меня эта основа стерлась, конечно же. Она в виде пудры. Она не водостойкая. Естественно, вот здесь вот она вся поплыла. Но если смотреть вот на всю остальную частницу, то более-менее ничего. Бывает хуже. На моем лице, так как у меня комбинированная кожа, иногда мне приходится поправлять раньше, даже по прошествии меньшего количества времени. Но вот бронзер, в принципе, на месте. Тени тоже относительно на месте. Помада, конечно, стерлась уже очень-очень давно. В общем-то, вот такой результат в данный момент. И посмотрим, как будет дальше. Прошел уже весь рабочий день. Часов, наверное, 10. И руки очень чесались поправить. Но я старалась для эксперимента ничего не поправлять. И могу сказать, что мне кажется, даже менее сияющей сейчас выглядит основа. И она стала довольно неровной. То есть где-то она есть, где-то ее нет. Где-то бронзер с нее стерлится. Но, в принципе, как-то так. То есть, соответственно, зоны консилера уже все не видны. Но скажите мне, видите ли вы разницу в макияже каждой половинке? Есть ли эффект от спрей для фиксации макияжа? Я особо такого уж эффекта не вижу. Ну, едва, чуть-чуть может быть, чуть заметно. Вот эта сторона более накрашенная и более сохранившаяся, чем вот эта вот. Но не сказать, что эффект колоссальный. Поэтому вот как-то так. То есть бронзер вполне хорошо продержался. Пудра для средства на комбинированной коже без поправления, по-моему, неплохо. Особенно учитывая то, что она сияющая. Ну, то есть, конечно, результат далек очень от идеала. Но учитывая то, что она была перламутровая в начале и то, что она не обещала суперстойкости, мне кажется, что это хорошо. Тени. Тени, в принципе, относительно на месте, но немножко померкли. То есть коричневый и матовый оттенок на мне более хорошо сохранился, чем перламутровые тени за 10 часов. Но более-менее, по крайней мере, они присутствуют. Помада по стойкости все-таки ей я не довольна совсем. Ну и что мне осталось? Наверное, в принципе, все. С блеском тоже все понятно. Блеск не особо стойкий, но зато очень красивый и увлажняющий. И лак для ногтей. Я нашла на своем фотоаппарате наиболее достоверный режим, который передает правильно цвет этого лака. Кожа кажется сейчас более рыжей, чем есть. Зато лак более-менее правдоподобен. То есть на большинстве камер он выглядит более синим. Он на самом деле такой лилово-голубовато-бледный. Очень кремовый финиш, хорошо ложится и в один свой дает плотность где-то в 90% от полного покрытия. То есть довольно плотно, очень цепкий и хорошо держится на ногтях. С кончиков он у меня уже здесь за 5 дней носки чуть-чуть поистерся, но в основном держится очень хорошо. В общем, такие вот мои впечатления от этого эксперимента. Извините, пожалуйста, что я в непоправленном таком блестящем состоянии и с неровной основой перед вами. Но я надеюсь, что вы меня простите, ибо это было полезно и в целях эксперимента. В общем-то, вот мой результат. Всем спасибо, всем хорошего дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok